Инициатор февральского заплыва через Южную бухту Виктор Михайлович Пескунов прослужил на противолодочном крейсере «Москва» более 17 лет. Он активный член Совета ветеранов этого корабля и в свои 57 лет активно занимается спортом. Идею заплыва ко дню защитника Отечества поддержали его товарищи по Федерации зимнего плавания. Температура воды плюс 4, но погода стоит отличная, ясная, безветренная. Команда возложила цветы к памятнику на госпитальном мысу. Пловцы перекрестились и с молитвой пошли к воде. Олег Софианек – пловец, опытный и известный. Для него этот заплыв вроде разминки или легкой тренировки. Темп задавал Виктор Пескунов. Он же первым и вышел на отмель Угравской пристани. Этот заплыв мы посвящаем дню защитника Отечества, а также дружбы между Россией и Украиной. Проплыли очень хорошо. Вода 5 градусов, но солнце светит. Легко прошли эту дистанцию. Сейчас у меня такие идут тренировочные заплывы. В марте выезжаю в Таиланд. Заплыв через Южно-Китайское море. 350 километров. Уже нашли деньги. То есть спонсоры. Вот где-то в марте состоится этот уникальный такой заплыв. Ну, я как начинающий плывец еще. Глядя на товарищей, которые... Уже много плавают. Да, да, да. Они посевают меня. Берут с собой на заплывы. Уже не первый раз. Поэтому есть к чему тянуться. Есть на кого равняться. Председатель Совета ветеранов противолодочного крейсера «Москва» капитан 1-го ранга Якименко так характеризует зимнего пловца. Грамотный специалист ракетно-артиллерийской боевой части. Хороший товарищ, спортсмен. Постоянно занимался плаванием. Закалка хорошая. И флотская закалка, и его состояние здоровья позволило ему проплыть эту дистанцию. Впереди у севастопольских зимних пловцов новые старты, новые морские километры. Их пример другим наука.